всем здравствуйте с вами на связи ленина на теату я приветствую вас на своем канале тема сегодняшнего нашего рассказа что со мной сейчас происходит либо вообще что сейчас происходит в моей жизни эту тему и многие другие которые я буду рассматривать в будущем предложила тату за что я ей очень благодарна потому что было предложено очень много тем которые будущем я хочу воплотить и так приступаем три позиции мы с вами сегодня рассматривать выбираем камешки либо позиции 1 2 3 зелененький голубенький и красненький камешек смотреть буду на тару темного света и таро шаманов время вам на то чтобы выбрать к я здесь настраиваюсь вам не видно но весь запах он идет на меня а у меня к счастью либо к сожалению очень чувствительный обоняние я уже про это говорила поэтому иногда для меня этот запах очень сильный надеюсь вы выбрали и мы с вами приступаем от отвергаемой сетве позиция номер один зелененький камешек что сейчас с вами происходит ох единички четко у меня переживаете здесь очень сильно происходит что происходит знаете дело в том что на самом деле вы уже готовы к принятию какого-то либо решение да вы уже видите какие-то новые возможности но дело в том что ваша сдерживает вас от дальнейшего движения я бы сказала тогда какая-то скорбь вот разбитое ваше сердце переживание это как-то связано с вашим прошлом что именно здесь может быть какой-то союз какие-то отношения да в том числе и семейные либо это может быть какое-то партнерство и здесь связана тема финансовая что именно здесь произошло сейчас я посмотрю но вы очень сильно переживаете и вот это вот влияние прошлого скорее всего прошлое влияет на то чтобы вы двигались дальше то есть внутри вас уже есть желание пойти в нечто новое уже вы рассматриваете какие-то горизонты но дело в том что вы как-то не можете определиться со своим выбором да видеть очень много возможностей но определиться как-то не может почему потому что здесь есть ощущение страха страха но не страха какое-то может быть волнение переживания за то что страх ошибки да если так можно сказать боитесь ошибиться в принятии своего решения здесь вы хотите принять очень мудро верное решение для того чтобы ну вот что-то даже не то что начать а чтобы двинуться вперед но что-то что было здесь выпадает две десятки что-то было завершено в прошлом и вы уже знаете хотите выстраивать в будущем нечто более такое стабильное более понятное вам известное это может касаться как финансов до профессиональной сферы так и личных взаимоотношений у каждого она своя но дело здесь заключается в том что было какое-то было поставлено какая-то точка на чем-то в прошлом и сейчас вы понимаете что чтобы дальше двигаться да вам нужно какие-то свои способности навыки раскрывать нужно вкладываться во что-то но прежде чем вложиться вот эти вот мысли о будущем да то есть что я хочу построить во что я хочу вложиться как бы я хотел чтобы это было вот эти вот мысли они сделают вас каким-то более ответственным человеком то есть раньше возможно вы бы принимали более спонтанное решение сейчас же вы как-то хотите сделать это вдуманно как-то по-взрослому уже если выстраивать что-то то выстраивать с умом до чтобы уже не совершать тех ошибок которые были в прошлом и здесь поэтому вы как будто бы топчетесь на одном месте есть у вас еще не прожитая какая-то скорбь который не пускает вас идти вот именно в новое то есть нет у вас пока знаете вот четкого такого нету решительности да ну потому что вы еще не приняли это решение поэтому нету решительности и вы обдумываете здесь очень вы как будто бы немножко отстранились обдумываете все взвешиваете решаете как вам дальше двигаться возможно выстраиваете какую-то свою стратегию планы может быть просто думаете о том что а что вас ожидает будущем что еще с вами происходит сейчас давайте посмотрю на этой колоде тоже что сейчас с вами происходит вот вас интересует ваше будущее однозначно но какое-то вот ваше желание то о чем вы то что вы хотели как-то в прошлом вы этого не достигли и вот вы знаете здесь такое ощущение что вы хотели какого-то развития если это тема личных отношений то вы хотели каких-то чтобы отношения дальше развивались двигались да чтобы был какой-то вот процесс если это профессиональная сфера то опять-таки вы хотели дальнейшего развития вам вам хотелось вот какого-то движения обновления до понимания во что вы вкладываетесь ради чего вы это делаете да но здесь видимо этого не произошло и те надежды которые вы возлагали вот именно на это развитие оно не произошло и это очень сильно подорвало ваше какое-то вот ваша уверенность в себе и знаете здесь вы на какой-то период поддались просто эмоциям и очень сильно переживали а что здесь с этим прошлым здесь какие-то страхи вы хотели изменить какую-то ситуацию да здесь ощущение того что вы хотели и и как будто бы излечить исцеление чтобы было ну да каких-то каких-то перемен вы хотели а эти перемены не произошли и вы как-то очень эмоционально подошли к этому вопросу стали себя накручивать придумывать много чего и в большей степени как-то сами себя ранили с чем были связаны эти перемены с какими-то знаете начинаниями возможно здесь была какая-то ссора между людьми между людьми возможно это касалось даже и личных отношений как я говорила раньше да может быть кого-то и семейные отношения но вот здесь вот какое-то новое начинание когда вам нужно было когда когда вы хотели погрузиться да если мы возьмем тему отношений потому что мне все-таки почему-то больше про это идет вот вы хотели желали погрузиться но здесь произошла какая-то ссора вы не могли найти какой-то общий язык если все-таки это не отношения то здесь вы но здесь какое-то разногласие было да пусть даже с партнерами здесь было какое-то разногласие да возможно было какое-то завершение чего-либо и может здесь произошла какая-то ссора то есть здесь разногласия и люди разошлись по разным берегам и здесь не было как-то вот какого-то перемирия то ли вы ждали этого перемирия то ли вы хотели помириться с каким-то человеком очень важным для вас и вот здесь дело в том что очень много времени вы проводили в этим в этом прошлом либо я могу сказать что вы до сих пор проводите как-то знаете в своих воспоминаниях держите эту ситуацию в прошлом вы уже готовы пойти в новое но вот почему-то какой-то вот знаете решительности вам не хватает вроде бы хотите вроде понимаете да а вроде как будто бы даже еще и очень много возможностей у вас и вы не знаете а что выбрать то есть если это допустим профессии я не знаю куда идти я вижу у меня есть много способствий я не знаю в какой профессии я могу реализоваться если это отношения то есть возможность выстраивать разного рода отношения и здесь нету совсем понимания того что а каких бы отношениях хотя потому что здесь еще ощущение того что вот как-то не совсем вам самим понятно касательно того что они нужны вам отношения или нет здесь в общем идет такое состояние что я хочу каких-то перемен я хочу что-то чтобы в моей жизни уже случилось чтобы что-то уже причем знаете не просто случилось а вы хотите чтобы это была помощь свыше вы хотите чтобы это были знаки свыше и вот здесь вопрос развития да вот именно развитие раскрытия себя по полной возможно возможно это даже не касается какой-то ссоры в прошлом да даже если это не личные отношения а вообще вот ваше состояние того что то как было раньше да здесь может быть ваше внутреннее разногласие с самим собой вы уже не хотите вы хотите знаете найти вот внутреннее спокойствие как говорится с миром в душе пойти в новое и уже вот в это новое в которую пойдете вы хотите вкладываться но чтобы вкладываться вам нужно четкое понимание во что я буду вкладываться что я хочу получить как конечный результат а получить вы хотите именно процветания вы хотите финансы чтобы у вас был какой финансовый поток да вы хотите знаете вот ощущение этой жизни умение наслаждаться радоваться ей возможно кто то хочет реализоваться в семье возможно хочет кто то реализоваться в отношениях но так или иначе вам хочется очень хочется чтобы были какие-то знаки какие-то подсказки свыше либо если это не подсказки то помощь свыше однозначно вы уже очень надеетесь на небеса уже даже не на себя не на людей не на ситуации а вот именно на небеса что была какая-то помощь а вот знаете вы вытащили вас здесь даже не застой однозначно вот хочется каких-то перемен и здесь вы еще хотите знаете как то ну вот здесь вот это в этом заключается в принципе ваш урок связанные с тем что определиться вот вам нужно очень важно определиться да какой путь вот вы выберете вы как будто бы здесь не зависание а я даже не могу сказать знаете вот бывает иногда стоишь и переминаешься да с ноги на ногу не знаешь пить и не идти да но ты четко знаешь что есть какое-то вот внутренняя готовность да а здесь вам даже вопрос не в готовности а здесь в каких-то не то что сомнениях а мыслях что а нужно не нужно хочу не хочу здесь вот такое вот состояние не совсем понятное состояние неопределенности зависшее какое-то состояние да а вот здесь даже знаете еще такое бывает что я даже у меня и желание то уже и ничего нет то есть я уже в принципе уже ничего и не хочу уже как будто вы знаете вот макнули на все и сказал да в принципе я и хочу как-то вот развиваться чтобы что-то было в моей жизни а надеждушек никаких нету да то есть уже как-то и желание нету и вроде бы уже ни о чем не мечтаю не могу сказать что здесь депрессивное состояние апатическое а просто знаете вот такой вот период когда ничего в жизни не происходит здесь даже вопрос обнуления да здесь не про то что вам нужно что-то возобновить да либо начать с нуля нет а здесь как знаете вот какой-то свободы хочется вот именно сбросить себя вот этот вот балласт непонимания ну то есть я не понимаю себя я не понимаю почему у меня нет даже никаких желаний да развитие прекрасно дальнейшее движение прекрасно но не всегда такое бывает не всегда вот я этого хочу иногда даже я не понимаю чего хочу вот хочется какой-то просто может быть легкости в каких-то моментах да конечно есть неуверенность куда двигаться и что и нужно ли вот здесь вот знаете больше такое состояние неопределенности я бы сказала непонятности и неопределенности и здесь нету в этом вашей вины то есть не вините себя что вот у вас это происходит такие моменты бывают в жизни да когда вот я ничего не хочу у меня нету апатии нету упадка сил это не то что я не в ресурсе а я просто знаете как-то ничего не хочу вот не знаю даже это не пустота просто такое состояние что я ничего не хочу да есть опыт да есть знания да я понимаю что нужно двигаться дальше а вот куда двигаться даже если вы и понимаете куда двигаться то отвечая на вопрос а для чего вот вот здесь вот у вас будет сложность то есть вам не совсем будет понятно а зачем мне это надо знаете иногда бывает люди приходят хочу допустим научиться обучиться таро и я не верю в то что я могу научиться и когда я говорю о том что в принципе научиться может любой это не так сказать это не врожденный да какой-то дар то есть если появился интерес значит он появился не случайно здесь вопрос в желании да а для чего то есть когда человек не понимает а для чего мне это надо то есть ради чего вот этой вот конечной цели то о мотивации речи не будет то есть мы не будем учиться ничему вот здесь вот так вот у вас нету понимания ради чего мне это надо то есть допустим если отношения то ради чего то есть что я хочу получить в этих отношениях и вот когда вы начинаете размышлять об этом вы понимаете что блин а вроде бы я и не хочу да точно так же и в профессии а что я хочу да я даже и не знаю да ну хорошо пойду допустим работать на реализовывать какие-то свои желания а потом сидите и задумываетесь а нам не надо вроде бы и нет здесь вот такое вот состояние с чем она связана давайте посмотрим с чем она связана ну вот здесь вот луна здесь видимо какая-то цикличность да здесь видимо какой-то этап у вас проходит и однозначно он у вас не впервые видимо в прошлом он уже у вас был здесь вот вы знаете как будто вы просите о помощи и вы реально просите и вы уже как будто бы не верите вот здесь вот как будто бы вы потеряли веру иногда в нашей жизни ничего абсолютно не происходит и нам жизнь кажется скучной но то что мы не видим не осознаем это не говорит о том что ничего не происходит некоторые вещи они происходят так но перемены так незаметно где-то фоново что мы не не понимаем нам кажется что ничего не происходит вот здесь вот примерно такой же период такой же этап какой-то вот неопределенности не совсем понятно не совсем как-то вот мутное возможно кто-то из вас ему лица возможно вы просите чтобы вам показали какие-то знаки но вам показывают то что у вас есть какие-то знаете страхи касательно даже не страхи какие-то сомнения вот здесь вопрос какой-то неуверенности до ваших способностях что дело в том что у вас возможности и способности достаточно много но вы как будто бы вот вам не верится да возможно здесь есть какое-то убеждение знаете иногда вот такое бывает с финансами а я часто сталкиваюсь с этим убеждением что для того чтобы иметь например большие деньги да надо очень много работать либо жизнь сложная надо за все заплатить надо вот как-то зарабатывать какие-то вот такие вот убеждения а здесь у вас ваши убеждения они касательно ваших способностей вы не верите в то что знаете вот вы сможете как-то реализовать свои вот эти вот способности возможности да они у вас есть а вы как-то ну вот хочется сказать применяете да что вы как будто бы не умеете не можете не знаете вот здесь вот такое вот здесь еще знаете происходит какая-то некая зацикленность зацикленность на какой-то вашей боли на какой-то вот вашей а холодности да вот вашего как-то сердце вот вы зациклились на том что было как-то в прошлом если это касается речи отношений то на какой-то своей боли и здесь уже поэтому вы как будто бы и не хотите отношений да ну то есть как-то все замерзло как-то вы себе не разрешаете там я не знаю чувств каких-то эмоций переживаний волнений если это касается профессиональной сферы опять-таки возможно кто-то вас там критиковал не верил как-то вы вы уже переняли вот эти вот какие-то свои суждения не свои а чужие вот на свой счет и уже как-то поверили здесь вопрос в том что съела вас как-то рутина понимаете вот какая-то какие-то будни на автомате не хватает красок не хватает яркости в жизни не хватает каких-то новых впечатлений для того чтобы как-то двигаться полный здесь дело в том что вот ваш сосуд он полный для того чтобы что-то новое вместить в него надо освободить поэтому здесь ощущение того что вот вам нужно освободить свой эмоциональный вот этот фон вы настолько переполнены а переполнены вы своим прошлым что его нужно здесь отрезать как-то забыть поработать с ним чтобы она полнится потом новыми впечатлениями как не ставлю в эту врезину так она дымит на меня остаюсь так быстро она меня отвлекает вот здесь вот так ну давайте я посмотрю ну тогда что же вам сделать как вам здесь быть знаете здесь вам карта рекомендует на целиться во-первых перестать переживать как-то вот включать вот эти свои эмоции вам надо успокоиться опять-таки здесь возможно есть какое-то вот внутреннее сопротивление знаете вот перезагрузка нервной системы когда бывает рецепторы работают на пределе потому что нету расслабления чтобы вот постоянно нет там вот это напряжение я не могу решить задач я не могу решить задач и вот вы решение этой задачи не видеть потому что вы напряжены здесь как-то говорят во-первых вам нужно нацелиться на то чтобы расслабиться вам не хватает удовольствия нацелитесь на удовольствие и поймите что то здесь вам нужно взять соответственность на себя, на принятие решения. Вот принять решение, получать удовольствие по жизни, независимо от того, в какой это сфере. Через удовольствие, через расслабление, через наслаждение вы сможете сделать выбор. Вот здесь, видимо, урок у вас связанный такой, духовный урок, связанный с выбором. Вам как-то надо прийти к некому балансу, чтобы были перемены, чтобы заметить эти перемены. С чем связан этот баланс? Вы знаете, то, что я говорила о том, что наполнены. Вы наполнены очень сильно, вот ваш сосуд разным опытом, разными знаниями. И вот здесь вот, понимаете, чтобы новое что-то пришло, надо освободиться от чего-то старого. И вот здесь карты говорят напрямую, что пришло время передавать какие-то знания, передавать опыт. То есть передавая, отдавая кому-то, поделиться, вы себя опустошаете для того, чтобы пришло... То есть подготавливаете почву и место, чтобы пришло что-то новое. Вот для этого вам нужно быть в балансе. Очень многое в себе сдерживаете. Вот такая вот у нас была первая позиция. Так. Зелененький камешек, позиция номер один у нас это была. А мы с вами переходим к позиции номер два и голубенькому камешку. И мы посмотрим, давайте, что сейчас с вами происходит. Что сейчас с вами происходит. Двоечки мои борются. Борьба. Знаете, здесь борьба, связанная с какой-то потерей, утратой. Может быть... Вы знаете, здесь идет какая-то легкость. Какой-то легкости вам не хватает. Вы ее как будто переживаете, потому что вы ее утратили. Здесь почему-то, может быть, кто-то из вас переживает за какую-то дружбу. Здесь была ссора, да, как-то поссорились с другом, с подругой здесь. И как-то переживаете по этому поводу. Здесь была однозначно какая-то утрата, потеря. Потеря какого-то праздника, веселья, радости, удовольствия, легкости какой-то. И это было все потеряно в связи с тем, что вы поменялись. Либо вы меняетесь, либо вы поменялись и становитесь, либо стали человеком независимым. Человеком, который больше думает о себе, стал рациональным, смотрит то, что он хочет, как он хочет. И здесь, видимо, вот такое ощущение, что, может быть, друзья от вас отвернулись, может быть, родственники от вас отвернулись. Очень много сплетен за вашей спиной о том, какой вы стали. А какая вы стали, давайте посмотрим. Здесь перемены, либо каким вы стали. Здесь были перемены. Здесь было завершение, да. Здесь вы стали человеком справедливым, человеком, который взвешивает все за и против, прежде чем как-то действовать. Но здесь вот очень много осуждений в ваш адрес идет. И вы переживаете, переживаете на этот счет. Почему вас осуждает? Вы поменялись по этому. Но почему вас осуждает? Потому что вы стали человеком, который берет ответственность за свою жизнь. Человек, который хочет, ну, по крайней мере, стремиться к финансовой независимости. Человек, который стремится к тому, чтобы, знаете, вот выстраиваете границы. Здесь однозначно были перемены. И поэтому сейчас такой период, то есть вы работали над собой. И период, когда, видимо, окружение ваше сейчас меняется. Вот. И многие люди вас не принимают. В том числе и ваши родные. И вы по этому поводу очень сильно переживаете. Да. Тяжело вам. Тяжело вам. То есть здесь, возможно, бывают такие моменты, когда не знаешь, что выбрать. Либо себя, либо выбрать, там, родственников, там, друзей, близких. Но вы понимаете, что вы очень долгое время работали над ценностью себя. И сейчас вы, как-то знаете, тяжело отстаивать себя. Тяжело отстаивать свои границы, свои позиции. Но вы понимаете, что то, как было раньше, вы уже не хотите. Вот. И поэтому происходят какие-то вот здесь вот ссоры. И на этой почве. Так. Давайте посмотрим, что еще происходит в вашей жизни. Вы двинулись к новым берегам. Да. Вы стали победителем. Победителем и опять справедливость. То есть все идет так, как и должно быть по справедливости. Вы изменились. Вы стали человеком, который стал себя больше уважать, слушать. Возможно, вы пошли куда-то учиться. Возможно, обучались уже чему-то. Возможно, у вас есть человек-наставник, который вам помогал в этих переменах. Чему вы научились? Вы стали осознавать, что вы свою ценность. Да. Вы стали замечать возможности, шансы какие-то в своей жизни. Вы стали как-то смотреть на мир иначе. Поменялись ваши ценности. И я могу предположить, что вы стали ставить себя на первое место. А это однозначно не нравится вашему окружению. То есть здесь вы уже стали понимать, что вы хотите выбирать. И вы выбираете, вот двойная прям карта пересекается. Вы выбираете себя. Вы выбираете свою независимость. То, что вы хотите. Вы уже прислушиваетесь к себе. Ну, вы здесь вот молодцы, на самом деле, двоечки. Здесь уже, вот ушли от королевы кубков, да, то есть чувствительной, ранимой. Пришли уже королевы жезлов, человек, который уже более такой расчетливый. Да, вы остаетесь нежным, чувствительным человеком. Эмпатичным. Однозначно с развитой интуицией. Это никуда у вас не ушло. Но у вас уже появился ваш внутренний стержень. У вас уже есть опора, вы опираетесь на себя. Вам хоть и страшно иногда отстраивать свои границы, но вы понимаете, что иначе нельзя, да. Либо вы, либо другие. И если кто-то кого-то выбирает, то вы однозначно выбираете себя. Молодцы. Здесь вы, двоечки, прям уважаю. Я уважаю людей, которые уважают сами себя. Что вам еще посмотреть? Давайте совет. Совет вам. Совет. Прям три великих аркана. Совет. На самом деле, вам карты говорят, не бояться. Не бояться тех перемен. Эти перемены, они должны были быть. Они идут свыше, с помощью, свыше от учителей, от ваших хранителей. Слушайте больше себя. То есть, в принципе, вы это уже делаете, но вы, то есть, подтверждение, что вы правильно поступаете, да. Что вот своим внутренним состоянием вы строите, выстраиваете внешний мир. И вот здесь вот, вот это вот, знаете, какое-то вот очищение было в вашей душе. И вы стали больше прислушиваться к своему состоянию, к тому, что хотите вы, как вы хотите. Здесь, возможно, вы переключились на профессиональную сферу, на заработки. Кто-то, может быть, пошел в обучение для протачки каких-то своих навыков. Кто-то хочет, может быть, развивать какие-то новые навыки. Но однозначно вы улучшаете свое финансовое положение, трудитесь. И многие из вас уже решили двинуться вперед, да, совершили уже эти действия. То есть, не то, что вы думаете пойти в новое, а вы уже пошли в новое. И однозначно уже получаете какие-то свои первые результаты. Здесь уже есть результат ваших трудов, ваших собственных желаний, да. То есть, вы уже не тот человек, который подается легко манипуляциям. Вы уже умеете здесь решать достаточно сложные задачи, да. То есть, сложности вас не пугают. Здесь вы уже, знаете, стали намного сильнее, стали намного увереннее. Здесь уже нету вот этого вот страха совершить шаг вперед. Вот вы уже его сделали, и, как я уже говорила ранее, да, вы уже получаете какие-то свои первые плоды. Во-первых, вы вышли из своего депрессивного вот этого апатического состояния, и у вас здесь поменялось мировоззрение. Здесь вы очень-очень много работали над собой, поэтому вот эта вот ценность себя, она у вас не случайна. Здесь действительно было проделано много работы, очень много работы, и я вот прям вами горжусь, двоечки. Вы молодцы, молодцы. Вы на правильном пути, если хотели какой-то знак, подтверждение того, что правильно ли я иду, двигаюсь, да, вы абсолютно верно двигаетесь. Здесь у вас очень серьезные перемены были в вашей жизни. И мы с вами переходим от последней, третьей позиции, сейчас подвинусь сюда, к красненькому камешку. Что у вас? Вечер, поэтому дети на улице кричат. Что у вас происходит, троечки? Давайте посмотрим. У вас произошел уход откуда-то. Вы закрылись здесь от чего-то, от каких-то перемен медленных, которые у вас были. Связаны с чем? Вы знаете, вот здесь вот нет, здесь какая-то вот у вас была неуверенность, да, вы сами себя загнали. В какой-то ступор, да, долгое время ничего не происходило, ничего не случалось. И вы как будто бы стали защищаться от этого и решили двинуться вперед. То есть бездействие, здесь было бездействие, здесь были мечи, накручивание себя, переживания какие-то, суета непонятная. Вот вы от этого всего ушли, а пришли к тому, что сфокусировались, да, на какой-то вот вашей стабильности. Что-то здесь, с чем была связана стабильность? Так, с каким-то обманом, хитростью. Движение. Так, сейчас, минутку. С чем была связана ваша хитрость? Здесь посмотрю, здесь какой-то обман. Вот вы как-то ушли вроде бы от бездействия, да, но то, к чему пришли, в принципе, небольшие-то перемены здесь. Вот вы захотели почему-то стабильности, вот вам захотелось, вы думаете, сфокусированы, потому что испугались. Испугались чего-то, чего вы здесь испугались? А, вы испугались движения, вы испугались движения вперед, каких-то начал, да. То есть вы, с одной стороны, ушли от бездействия, от того, что вы закрывались от каких-то передвижений, да. Вроде бы ничего не происходило, и вы как будто бы ушли от этого, но на самом деле, по идее, вы должны были запустить какой-то процесс, да, прийти к какому-то движению. Но по факту получилось так, что вы вроде бы ушли от бездействия, но вы снова пришли, опять-таки, к вашему бездействию. А бездействие ваше связано с стабильностью, то есть стабильности все равно нет какого-то развития. Вы сами себе сказали, что я хочу реализовать какие-то свои идеи, но эти, по факту, эти идеи вы не реализовали. Здесь вы как-то вот, вы сами себя обманываете в том, что вы встали на путь реализации каких-то своих замыслов. Здесь вы как будто бы испугались, да. Может быть, начали двигаться, может быть, что-то начало происходить, и вы как-то испугались, и сделали шаг назад. Лучше, пускай будет стабильно и понятно, так, как раньше, чем что-то новое. Вот здесь вот это вот новое, оно вас напугало. То ли вы побоялись попросить помощи, то ли не захотели, но здесь вот страх однозначно каких-то перемен. Вот, понимаете, вы и хотите, вы стремились к этому, да, потому что долгое время было, ну, ничего не происходило. Но как только начало что-то двигаться, так вы испугались. Почему? А вы знаете, вы себя испугались. Вы непеременно испугались. Вы стали, знаете, здесь что произошло? Здесь начались вы, вы начали сами меняться, и вы этого испугались. Вот этих перемен, которых вы хотели, да, жаждали, вы их запустили, но в процессе вы стали меняться, и вы увидели вот это вот свое отражение и испугались. Вы увидели, насколько вы стали, начали становиться другим человеком, и это вас и напугало. И сразу автоматом, защитный механизм, который вас отбросил обратно назад. Знаете, как резиночка? Вот вы как будто бы, вы привязаны резиночкой к своему прошлому. Вы приняли решение, начали двигаться. Двигались, 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 достигли какого-то предела, увидели результат своих перемен, и натянулась эта резиночка, и по инерции она вас обратно назад притянула, потому что вот в этом моменте вы испугались. Вы включили свой страх, и он вас отбросил опять назад. Что там было такого страшного? Стали рушиться ваши идеалы. Вас искушал сам дьявол. И искушение было именно вот этими, знаете, страхами. Свои перемены вы увидели, возможно, какие-то перспективы, что вы испугались, как это слово, необратимых перемен. Вы испугались того, что все начало рушиться, да, как домино, одно за другим, и вам показалось, что вы теряете контроль над ситуацией. И здесь, вы знаете, вот прям рушились то, во что, начало рушиться то, во что вы верили. Здесь как будто, вы знаете, вот маленький процесс, вы начали какой-то, да, шаг маленький. И, казалось бы, должен быть маленький результат, но вы в процессе потеряли контроль, так и должно было быть. И перемен они были намного больше, чем вы ожидали. И вот это вот вас как раз-таки и напугало. То есть здесь, как знаете, снежный ком. Вроде бы вы бросили маленький снежный мяч, а он стал накручиваться, накручиваться. Вот этот большим комом вас накрыло снежным. И вы испугались. И вы испугались здесь. Ну, вы теряли себя. То есть здесь, понимаете, теряю себя, это значит, что вы стали терять какие-то свои маски. Вы стали терять какие-то свои роли. И постепенно начали обнажаться. И вот то, кем вы являетесь на самом деле, вы на доле секунд, вы это увидели, вы это почувствуете. Вы это осознали. И вот это вас напугало. Почему? Потому что вы увидели, а как я буду теперь жить. То есть у меня нет опоры под ногами. Потому что то, вы как будто бы себя теряете вот эти вот роли. А как я теперь буду себя показывать в социуме, да, какая у меня будет идентификация. То есть, ну, здесь ощущение, понимаете, не то, что вы теряете внешние какие-то вещи, да, там, финансы, людей или еще что-то. А вот ваше восприятие здесь как будто бы, и ваша картина мира, она рухнула, расшаталась. И вы увидели, что нету почвы под ногами того, во что вы верили, да. Возможно, ваше, то, во что верили, вы увидели, что это иллюзия. Возможно, какие-то ваши суждения, какие-то ваши слова. Ва, ну, вот здесь вот что-то такое произошло, и у вас вот действительно как почва из-под ног. И вам надо было в этот момент, наоборот, довериться этому процессу. Потому что вот в вашем случае переходило вот перерождение вот именно так. Но вот этот вот страх, да, искушение по дьяволу вы как будто бы не прошли. Вы испугались, вы испугались. А на самом деле вот этот страх, вот здесь очень много карт страха. Он включил вас, должен был включить вот эту вот мотивацию, чтобы вы двигались дальше. Чтобы вы пошли дальше. А здесь произошел обратный эффект. То есть вы испугались, и вместо того, чтобы, знаете, когда нас что-то пугает, мы начинаем двигаться, да, убегаем от этого страха. А здесь вместо того, у вас произошло оцепенение. То есть вместо того, чтобы двигаться вперед, и как будто бы произошло оцепенение. И мы бежали не в ту сторону. А вам надо было послушать свое сердце. А вы испугались. Испугались вот этого злого. Вот это здесь возможно, допустим, к примеру, если кто-то из вас является практиком, увидели какие-то свои способности, да, во время практики. И не вспомнили объяснить своей головой, как-то логично умом, что это и как это, испугались и закрылись. И тем самым остановили вот этот вот процесс раскрытия себя. Либо, допустим, если есть здесь какие-то проявления себя в отношениях, да, как-то почувствовали себя с человеком, вот свободно, без рамок, без каких-то границ. То есть, допустим, открыли ему свое сердце и испугали, и испугались, что теперь, ну, допустим, вами кто-то будет управлять и манипулировать. И ушли из отношений. Вы здесь вот такое, понимаете? То есть вы испугались сами себя, себя настоящим. Что же вам делать? Что же вам делать? Ну, во-первых, отпустить это прошлое. Вам надо успокоиться. Это первое. То есть расслабиться и успокоиться, потому что здесь у вас идет сопротивление. Вам надо расслабиться и научиться получать удовольствие, прежде чем вы двинетесь дальше. Здесь вам вопрос вообще не про движение. А про то, что, знаете, здесь у вас интуитивно есть понимание того, что ваша жизнь, она двигалась к переменам. И надо было уже оставить позади вот это вот все, что вы чувствуете, ну, то, что уже отжило себя. Вот вы как будто бы себя уже переросли, а вы не смогли этого сделать. И теперь очень сильно переживаете по этому поводу. Поэтому первое, что вам нужно сделать, вам нужно расслабиться, успокоиться и нацелиться на то, чтобы вот выйти как-то из своей стабильности, отпустить вот это вот, знаете, какие-то свои былые успехи, заслуги. Здесь вот как будто бы вы как человек, вот если мы говорим о духовном развитии, то вы уже, знаете, не то, что вы достигли какого-то своего потолка, потому что в развитии нету потолка. А здесь вот как будто бы вы уже по знаниям пережили себя. Вот вы как будто бы уже закончили школу, да, уже сдали экзамены, вам дали аттестат, а вы все равно приходите опять в 10 класс. Вам говорят, ты уже сдал экзамен, уже аттестат получила. А вот у вас нет этой веры, вы держитесь за это и не идете вперед. Вот вам говорят, вам нужно оставить это, вот эти вот былые успехи. Потому что то, за что вы держитесь сейчас, то, что вам приносит удовольствие. А удовольствие вам приносит вот эта вот стабильность, понимание, что все происходит, как все происходит. Оно не дает вам развития. И вот вы держитесь сейчас, но через какое-то время вы все равно пожалеете. О том, что вы, ну прям даже себя, знаете, как-то мысли о себе пошли, что где-то в каких-то моментах, и я, наверное, тоже так себя веду, отказываясь от чего-то, только потому что вы испугались и решили остаться в том известном прошлом, вы себя лишаете вот именно на пути развития то, что принесет вам изобилие, то, что вам принесет богатство, только потому что вы испугались. Надо вот здесь только через осознание, да, вот опять страхи вышли. Представляете, на разных колодах все карты страха вышли. Этот страх, он был новый для вас. Вот со всеми старыми страхами вы как будто бы уже знакомы в лицо, а это был новый страх. Он был больше, потому что ваш уровень, он стал выше. И поэтому то, чего вы испугались, оно было новым для вас. Вы были к этому готовы. Я не знаю, почему вы не перешагнули этот путь. Надо было просто продолжить двигаться дальше. Если возможность еще раз получить этот шанс на движение, здесь будет зависеть от вашего желания, исключительно от вашего желания, то, как вы захотите. Вот если вы захотите, то да, вам дадут шанс. Но этот шанс, он будет, знаете, каким-то огненным, конфликтным. Не больше, что вы с кем-то поссоритесь, а вот здесь вот очень много огня будет. То ли вам надо будет быстро это сделать, то есть когда шанс дастся, то есть не растягивать на время, то ли здесь как-то надо вот, чтобы желание было, знаете, вот такое вот яркое, то ли решительности не хватает, то ли, понимаете, здесь огня какого-то, запала не хватает. То есть мотивация, понимание, что да, я это сделаю, я это хочу, вот жажды такой, понимаете, огненной жажды. Жажды жизни. Здесь прям вот вопрос жизни и смерти у вас встает. Здесь вопрос развития. Здесь не про отношения, здесь не про профессионализм, нет. Здесь вот именно про ваше развитие духовное. Но здесь будет зависеть от вас, потому что у вас есть способности, вы как захотите, так оно и будет. Если сможете помириться с собой, да, разрушить вот это вот непонимание. Здесь вопрос страхов заключался в том, что у вас было как-то разногласие с самим собой. Вы не смогли сами с собой договориться. Надо было просто двинуться. Здесь от вас, здесь нету каких-то вмешательств. Если захотите, то шанс будет, да. Но это будет последний шанс, имейте в виду. И вам нет возможности струсить. Потому что если вы в этот раз испугаетесь, вас отбросят очень-очень далеко назад в вашем пути развития. И, то есть, знаете, здесь как, здесь ощущение такое, что либо вообще вы туда не идёте, ну, то есть не просите шанса. Либо если этот шанс даст, вам надо будет идти до конца. То есть обратно. Ну, здесь как будто бы, знаете, как, надо сжечь мосты. Вот вы переходите мост, да, деревянный с берега на берег, и сразу сжигаете для того, чтобы не было возможности отступить. Потому что если вы будете, ну, опять-таки испугаетесь и решите отступить, вот это ваше отступление, оно ваше, на вашем пути развитие отбросит вас настолько далеко, что вот всё, что такое ощущение, что вы наработали в этой жизни, да, оно полностью аннулируется, как будто вы его, и вы начнёте путь заново. Причём заново не с момента, где вы находитесь сейчас, а с момента, когда вы родились. И вот эти вот все ваши наработки в вашей жизни, сколько-то там оно у вас там, 30, 40, 50 лет, не знаю, сколько вы прожили, что вы наработали, это полностью обнулиться. Поэтому здесь вот нужно быть очень внимательным на самом деле и очень аккуратным, потому что либо вы не идёте вообще, вот услышьте меня, пожалуйста, это очень важно, либо вы вообще не просите этот шанс, либо, если вы попросили шанс на развитие, здесь, понимаете, здесь не просто развитие, какой-то вот новый этап у вас начнётся, а здесь, знаете, вот это бывает, как бы вам сказать, вот допустим, прилетела какая-то фея, да, и говорит, вот вам возможность либо жить в параллельном мире, да, там, духовном, и развиваться там, где есть магия, волшебство, всё такое, да, либо, ну, вообще другой уровень, да, возможностей, способностей, либо ты остаёшься здесь в этой жизни, но он даже не в своей квартире, а каким-то бомжом, да, на улице, то есть вот здесь вот такой выбор, и вопрос заключается не в том, что вам выбрать, идти вам дальше, пользоваться этим шансом, либо возвращаться просто, а здесь вопрос в том, что если вы не хотите идти дальше, вы просто подумайте очень хорошо, и не просите об этом шансе, то есть шанс вам будет дан, но он будет дан единожды, и у вас будет так, либо пар, либо пропал полностью, поэтому это очень важно, лучше лишний раз не просите этой возможности, потому что, ну, здесь очень чревато последствия какими-то серьёзными такими последствиями, да, опять-таки скажу, здесь вопрос не о материальном мире, а здесь вопрос духовного вашего развития, здесь очень важен вопрос развития, вас отпросят, ну, на очень-очень, очень далеко, короче, назад в прошлое, либо вы вообще лучше, в идеале было бы, если не уверены, не просите вообще об этом шансе, ну, здесь так, знаете, как бы вам сказать, ну, условно, да, образно говоря, либо вас выбросит на сто лет вперёд, в развитии вашем, да, либо на сто лет назад, вот вы выбираете, либо вы будете таким, каким вы были, допустим, сто лет назад, в прошлом своём воплощении, либо это выбросит вас намного вперёд, вообще другой уровень, поэтому подумайте, и лучше не просите, да, если не уверены, лучше вообще не просите этот результат, будете там, где вы есть сейчас, и постепенно, постепенно будете развиваться, да, может быть, не в этом воплощении, а в следующем вы всё-таки придёте к тому, к чему вы смотрели, у вас был дан шанс прийти сейчас в этом воплощении. Вот, вот такой был расклад, жду ваших комментариев, а я прощаюсь с вами, напоминаю, что если у вас есть желание обучаться, второй, вы чётко понимаете, для чего, обучение у меня всегда индивидуальное, если хотите прийти на личную консультацию, либо поучаствовать в пятничной акции, описание всех моих услуг под этим видео, раскройте его, и вы увидите всю необходимую вам информацию, в том числе и о моих услугах. А я с вами прощаюсь, до новых раскладов. Пока-пока.